В театре «Астана-балет» стартовал пятый республиканский конкурс казахского танца имени Шарыжи Янкуловой. Появляются новые балетмейстеры, появляются новые имена, появляются новые работы. Пройдет время, и эти работы войдут, я уверена, в золотой фонд. Для участия в конкурсе со всех уголков Казахстана прибыли 11 танцевальных коллективов. Ансамбль «Гаку» Акмолинской области, филармония имени Укалия Брая – один из самых опытных участников состязания. Группа образовалась 10 лет назад. Мы очень рады, мы очень горды тем, что мы здесь присутствуем. С нами конкурируют очень даже достойные деятели искусства, участники искусства. Напомним, четвертый республиканский конкурс казахского танца имени Шарыжи Янкуловой проходил 7 лет назад. Участники и организаторы признались, что ждали очередной сезон с нетерпением. К слову, трехдневное состязание этого года завершится грандиозным галлоконцертом. Испанский танец фламенко, индийские и цыганские танцы знает весь мир. В ближайшем будущем этот список пополнит казахский национальный танец, утверждает хореограф Алила Алишева. Наш танец – это богатейший. Вся терминология, термины казахского женского танца и мужского, они связаны с природой, с бытом. Имеют большую символику, значение. Можно станцевать руками только какой-то небольшой этюд танцевальный и рассказать человеку все, что крылось за этим исполнением. Это настолько сокровенно. Я думаю, что мы уже на пороге того, чтобы мир узнал о казахском искусстве. В Петропавловске в областном русском драматическом театре имени Погодина прошла акция «Ночь в театре». Необычное мероприятие устраивается уже второй год. Изюминкой акции стал мастер-класс с московским режиссером Галиной Зальцман. Девушка приехала месяц назад и ставит вместе с труппой театра новый спектакль – трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта». Пьеса будет представлена в новой интерпретации. Союз театральных деятелей проводил лабораторию. Он собирает режиссеров, которых он выбирает сам, которые занимаются, как им известно, детскими театрами, спектаклями для детей и молодежи. И мы оказались в числе этих режиссеров. Приехали в Казахстан, в театр Погодина и делали здесь совершенно разные заявки. Своебразная сказка для взрослых и знакомства посетителей с театром удались. Каждый смог почувствовать ту атмосферу волшебства, в которой ежедневно пребывают служители мельпомены. К Международному дню театров Казнуи состоялась премьера музыкальной драмы «Кусник Орлан». Спектакль представили студенты второго курса. Сабира Сугурова исполнила роль «Кусник Орлан». Будущая актриса рассказала нам о том, что подготовка к этой роли началась с исполнения музыкального репертуара. Ей было нелегко брать высокие ноты, но все приложенные усилия, похоже, дали неплохие результаты. Она была очень нежной девушкой, которая всегда слушала своих родителей. И она, любя другого парня, но она была настолько послушна, что свыклась с тем, что ее выдают замуж за другого. К слову, с этой же постановкой коллектив молодых актеров выступил и в Москве. В завершении выпуска афиша ближайших событий. 31 марта в Казахском музыкально-драматическом театре имени Куанышбаева можно увидеть спектакль «Кеш». 31 марта в Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая состоится спектакль «Спящая красавица». 31 марта в областном русском драматическом театре в Шимкензи пройдет спектакль «Лекарь по неволе». Субтитры подогнал «Симон»